Увидев народ, он зашел на гору, и, когда сел, приступили к нему ученики его. Про Иисуса Христа говорится. И он, отверзший уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся». Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правды, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет от закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит Гиене огненной. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником. И пойди прежде, примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и бросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины, прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что одна подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой о твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящим у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дочь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ну вот, это пятая глава от Матфея. Аминь. Да, это часть Нагорной проповеди. Шикарные слова. Я, правда, привык больше на славянском читать. У меня поэтому там кое-где, кое-что и ударение. На славянском вообще песня. Ну и по-русски звучит, конечно, выше всяких похвал. Что тут можно сказать? Видите, как Господь говорит? Не думайте, что я пришел нарушить закон. Не нарушить я пришел, но исполнить. А исполнить значит довести до полноты. То есть наполнить. И дальше он потом говорит. Вот там сказано, вот, око-зо-око и зуб-задоб. А я говорю вам, кто ударил тебя вправо, щеку поставь и другую. То есть он делает строже, как бы, да? Он доводит до совершенства, доводит до логического завершения. Сказано, люби ближнего, не навядь врага. А я говорю вам, любите врагов. Так же, как Отец ваш Небесный, который посылает дочь на праведных, на неправедных. И солнышко светит всем одинаково. Так и вы тоже будете все одинаковы. Ко всем одинаково. Не важно, добрый, злой, ближний, дальний. Не важно. То есть доводит Господь закон Божий, так сказать, до совершенства, до подлинного. Подлинное значение его раскрывает. Подлинное его звучание. И дает такой идеал. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но разве это достижимо? Это же недостижимо в принципе. О чем это говорит? О том, что перед человеком открыта перспектива бесконечного совершенствования. Это не значит, что мы здесь должны, в этой жизни. Нет, мы умрем. И там тоже будет, но там будет совсем по-другому. Не так, как здесь. Здесь мы преодолеваем какие-то сложности, трудности, грехи и немощи. А там тоже мы будем восходить от силы в силу. И познавать Бога, и уподобляться Богу. И там тоже будет этот процесс. И это бесконечно будет. И это здорово. И этому не будет конца. Потому что нет предела совершенства. Как Господь, видите, какую Вселенную создал. Огромная Вселенная. Мы такие маленькие в этой Вселенной. Вот такая вот точка, пылинка по Вселенной. И эта пылинка, наш земной шарик, даже не так. Даже вот в этой пылинке, там есть ядро, это солнечная система. Там есть ядро, это солнце. А есть электрончики, которые вокруг него крутятся. Это вот земля одна из них. И на этой земле тонкий-тоненький слой жизни. И вот мы там какие-то такие песчинки. А вот какой Господь великий. Бесконечно. Вот такое богатство Божье. И, как Господь говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Открывает перед нами перспективу бесконечного развития. Это здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...